На седьмом километре трассы, называемой западным подъездом к Камышлову, ровно под стенами километрового столбика с цифрой 7, в десятом часу утра, при ярком майском солнышке, приключился смертоносный замес, в котором поплохела мужу, а погибла жена. Сухая фабула ДТП такова. Четырка на узкой дороге, один ряд туда, другой сюда, где даже обгон запрещен, выкатилась на чужую и лоб в лоб уработалась в первой встречной Hyundai Solaris с двумя живыми людьми на борту. В 9 часов 24 минуты на автодороге западный подъезд города Камышлову 7 километров по 10 метров уже транспортного происшествия, а именно водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигаясь со стороны города Екатеринбурга при обгоне, допустил выезд в полосу, принадлежащую для встречного движения, и допустил столкновение со встречным автомобилем Honda Solaris, Hyundai Solaris. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2114 получил интересное повреждение доставлено в Камышловскую ЦРМ. Пассажир автомобиля ВАЗ-24 скончался на месте до бригады скорой медицинской помощи. Автомобили Hyundai Solaris, два человека получили травмы различной степени тяжести, доставлены в хирургическое отделение. Как вы поняли из этого гаишного монолога, произнесенного на месте замеса по горячим следам, 29-летний пилот Четырки пошел на обгон. И потому случился замес, в котором погибла его 28-летняя пассажирка, она же жена. Пилот сам себя по факту овдавил, но он остался жив и с версией обгона категорически не согласился. По данным гаишников, виновник замеса имеет пилотского стажу всего-то 8 месяцев, к административке за нарушение ПДД привлекался два раза. По версии самого овдавевшего Четырошника, они с женой с утра пораньше из родного поселка Маяк поехали в ближайший райцентр в магазин. Он был трезвый, обремененный, но на ближайших подступах к Камышлову ему неожиданно, когда казалось бы ничто не предвещало, поплохело. Ну, в общем, здоровье махом пошатнулось. Он потерял контроль над Четыркой, увидел, что его несет на чужую, а там Солярис. Он на остатках сознания крутанул резко руль влево, ну, чтобы, значит, спастись во встречном кювете, но не успел. Лобового тарана избежать не удалось, и оба болида улетели в один кювет, где Четырка еще и встала на крышу. Как эта версия юридически меняет версию обгона, вообще непонятно. Да, даже если и поплохело. Во-первых, это потом уже будет сложно доказать. Во-вторых, по его вине Четырка выперлась навстречку, убила жену пилота, покалечила двоих в Солярисе. За это по-любому придется сидеть рулевому Четырке. И сейчас он, как никто, должен молиться за здоровье 42-летнего пилота Соляриса, жителя села Порошино, у которого стаж руления 6 лет и абсолютный ноль в графе НПДД. Он был трезвый, но при всем при этом почему-то не был обременен. И при лобовом ударе, возможно, очень сильно покалечился. О тяжести его увечья не сообщается, но факт, что за одного автоубитого по 264 статье УК сидеть значительно меньше, чем за двоих. Уважаемые водители, при управлении транспортным средством соблюдайте правила дорожного движения при обгоне, а также по имени безопасности.